Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Но нет, другие нашего государства не оставляют своих попыток внести разлад в одну из основ его благополучия – мир и стабильность на Северном Кавказе. Разумеется, они обречены на провал благодаря здравомыслию и чувству братской сплоченности всех народов, вне зависимости от национальности и вероисповедания населяющих наш регион. Хочу обратиться ко всем, кто не может оставаться равнодушными к трагическим событиям, развернувшимся на Ближнем Востоке. Не поддавайтесь на откровенные провокации зарубежных спецслужб, пытающихся любимыми способами дестабилизировать обстановку в стране, внести раскол в наше общество, посеять сомнения и агрессию в умы и сердца наших людей. Помните, те, кто наводит беспорядок у себя дома, не оказывает помощь нуждающимся, а льют воду на мельницу врага. Только в единении и в согласии наша сила. Так было и будет всегда, указал Юрий Чайко. Организаторов и участников беспорядков ждет неминуемое уголовное наказание. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов обратился к жителям республики и призвал всех не поддаваться на провокации и доверять только проверенной информации. События, которые происходят на Ближнем Востоке в зоне обострения Палестино-Израильского конфликта, не могут никого оставить равнодушными. Во всех мечетях и православных храмах Карачаева Черкесии верующие молятся о светлой памяти безвинных жертв конфликта и о скорейшем прекращении военных действий. Президент Владимир Путин четко обозначил позицию Российской Федерации по скорейшему урегулированию Ближневосточного конфликта путем создания независимого палестинского государства. Полностью разделяю и поддерживаю мнение жителей республики, осуждающих гибель ни в чем не повинных людей в секторе газа. Вместе с тем в последние дни мы видим, что находятся те, кто готов использовать искренние чувства людей в своих интересах, целью которых является дестабилизация общественно-политической ситуации в нашей стране и на Северном Кавказе в частности. Прошу жителей Карачаева Черкесии доверять только проверенной информации и не поддаваться на провокации. Нельзя допустить, чтобы искренние чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане, по отношению к жителям Палестины, стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной войны на Северном Кавказе. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе. Мусульмане СКФО, как и предписывает нам наша религия, не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям. И не должны поддаваться на ложные призывы к насилию, отметил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев. В своем обращении к мусульманам лидеры духовенства просят делать дуа за защиту каждого невинного человека, призывать всех к миру и согласию, сохранять религию в чистоте. Уважаемые жители Карачаева, Черкесии, ни в коем случае нельзя допускать раскола среди общества нашей мирной республики. Нельзя допускать межнациональные и межконфессиональные конфликты, потому что мы с покой веков живем вместе, в братстве и единстве. И ни в коем случае нельзя допускать то, чтобы у нас началась смута на почве нетерпимости, как религиозной, так и национальной. И прошу вас быть очень бдительными и мудро и ответственно подойти к этому вопросу. Благодарю вас за внимание, мера, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Ассаламу алейкум арахмут. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилак рассказал о своем отношении к стихийным митингам в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В эти дни все сопереживают мирным жителям, женщинам, детям, старикам, которые стали жертвами насилия, террора и жестокости. Наши молитвы с каждым невинным человеком, страдающим от пожара конфликта. Это естественное человеческое сострадание. На этих искренних чувствах играют нечистоплутные провокаторы и разжигатели конфликтов. На Кавказе всегда умели сопротивляться ненависти, глупости, провокации. Искренне надеюсь, что горячие головы прислушаются, как велит обычай, к мудрости старших в семье, в селе или в городе, в уме. А горячие сердца наполнятся состраданием и молитвами за тех, кто в этом очень нуждается. Пусть наш родной Кавказ навсегда останется благословенным. Своё мнение по сложившейся ситуации высказывают педагоги республики. К сожалению, сейчас мы с вами сталкиваемся с провокационными действиями деструктирующих сил, которые в сугубо личных целях пытаются призвать народы Северного Кавказа и народы нашей республики к неправомерным действиям. Мы с вами должны благоразумны и не поддаваться на провокации. В свою очередь я хочу, чтобы это всё поскорее прекратилось, и каждый из нас оставался человеком и жил, не зная слова «война». Нам не нужны распри или какие-то межконфессиональные, межнациональные розни. Мы живём и работаем в нашей республике и верим в то, что наши дети будут жить и сохранять единство народов, проживающих на территории нашей прекрасной Карачаево-Черкесии. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ В Карачаево-Черкесии без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,8, в горах минус 2, плюс 3, а днём 20-25 градусов тепла и местами до плюс 20. В центральных районах местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6,8, а днём 23-25 градусов тепла. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции принял участие в совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения под председательством руководителя Росавтодора Романа Новикова. За последние годы в Карачаево-Черкесии удалось добиться снижения уровня аварийности и травматизма на дорогах республики. Для этого в регионе реализуются как федеральные, так и региональные программы по обновлению дорожной инфраструктуры, проведению ремонтных работ и развитию безопасности дорожного движения. По итогам совещания Рашид Тимрезов дал ряд поручений руководителям профильных медамств принять дополнительные меры по обеспечению безопасности участников дорожного движения. В Карачаевском районе состоялось историко-просветительское и культурно-спортивное мероприятие Хасаука-2023, посвященное 195-летию вхождения Карачаев в состав России. В этот памятный день вспоминали и рассказывали истории Хасаукинского сражения. Студенты и все желающие участвовали в состязаниях и слушали старинные народные песни. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Дарья Тендит. Хасаукинское сражение является значимым историческим событием, которое произошло 1 ноября 1828 года на территории Карачая. Битва стала решающей в истории сопротивления Карачае и России. Тогда завязался бой, который продолжался на протяжении 12 часов. Численность русских отрядов под командованием генерала Эммануэля составляла 1500 человек. Численность же карачаевцев во главе с Исламом Крюмшамхаловым около 500. Горские формирования потерпели поражение и отступили за перевал. В ходе переговоров руководителей с обеих сторон было принято решение положить конец кровопролитию и подписать мирный договор. В результате Карачай вошел в состав Российской империи. С тех пор почти 200 лет мы живем в мире и в здравии. Это была историческая необходимость, это было поступательное движение истории. И дай Бог, чтобы больше ни с одним народом где эти вещи не повторялись. В ходе памятного мероприятия у Стелла Хасаука ректор Качагут Таул Султан Узденов рассказал собравшимся о сражении, назвав его знаковым событием военной истории Кавказа 19 века. Символично, что в этот день, 4 ноября, наши предки подписали соглашение о вхождении Карачаев в состав России. С тех пор Карачай в братском Содружестве народов Карачаева Черкесии, Кавказа, в едином семье народов Российской Федерации развивается и созидает свое государство. Особенностью мирного договора было то, что карачаевцы вошли в состав России, как непокоренные, со сводом дипломатических условий, учитывающих интересы обеих сторон. Люди, которые всегда к нам приходили, то ли перцы, то ли иранцы, то ли другие, они всегда покоряли нас, они грабили нас, уходили. Но Российская империя, когда сюда пришла, она просто расширила нами свои империи и добровольно, недобровольно, может быть, в какой-то принудительном порядке мы все вошли в состав России. Герои, павшие в неравной битве с могущественной империей, показали пример отчаянного мужества и беззаветной любви к своей родине. Поэтому Хасаука навсегда вписана в историю Карачая. Обряд Дуа по погибшим в сражении совершил раис имам Карачаевского района Ахмат Хаджи Урусов. Очень большой пример для вас, для молодежи. Вы наши будущие, вы наша надежда и опора. От вас будут выходить и профессора, и ученые, и доктора наук, и герои. И запомните, героями не рождаются, героями становятся. Этому способствуют вот такие мероприятия. Далее мероприятие продолжилось соревнованиями по бегу по горной местности среди студенческих команд из секции альпинизма и горного туризма. Участники забега поднимались в гору почти на 4 километра до места финального сражения ополчения Карачая и войск Царской империи. Этот вид спорта требует от участников не только скорости, но и физической выносливости. Важно то, что исторические факты, они должны быть определены. И особенно это касается подрастающего поколения, чтобы помнили свою историю, знали. Кроме того, был проведен круглый стол, в рамках которого состоялось выступление ансамбля «Голу». Музыканты исполнили различные обрядовые, бытовые, лирические, карачаево-балкарские мелодии и песни на традиционных инструментах. Юноши и девушки также соревновались в стрельбе из лука, игре в альчики и других видах национальных состязаний. Также все угощались сладостями и чаем из знаменитого золоченого самовара, ставшего уже одним из символов КЧГУ. Участники благодарили организаторов за насыщенное, зрелищное и информативное мероприятие, которое стало для них источником пользы в изучении истории своего народа и примером мужества и доблести. Дарья Тензит, Медина Джон Кезова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. При поддержке «Русгидра» в станице Красногорской состоялся футбольный турнир. Среди воспитанников спортивных школ Карачаева-Черкесии в возрасте от 12 и 13 лет. Участвовали команды поселка Правокубанский, села Чапаевская, города Черкеска и самой станицы Красногорской. Футбольные соревнования прошли по инициативе активных жителей станицы в рамках реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности Карачаева-Черкесского филиала «Русгидра». Специально для соревнований при участии филиала была обновлена футбольная форма команды «Красногорец» и ее символика. Экипировку станичных футболистов теперь украшает переработанное и выполненное в современном стиле изображение Красногорской сторожевой башни, давнего символа команды. По итогам шести круговых матчей места среди участников распределились следующим образом. Золотые медали и главный кубок Красногорской МГС получила команда «Нарт» из Черкеска, второе место у команды «Шохлук» из поселка Правокубанский и на третьем месте «Корча» из Чапаевского и на четвертом «Красногорец» из Красногорской. «Желаю вам великих свершений и запомните самое главное, что футбол учит именно командной игре. Когда стратегия бьет талант, я хочу, чтобы вы это сегодня продемонстрировали. И, конечно, опыт футбола вам поможет в будущем. Все великие свершения, все великие предприятия создавались именно командами». Мы очень довольны тем, что этим детям удалось проявить себя в футболе осенние, так сказать, заключительные матчи перед зимой. Все полностью, борьба бескомпромиссная. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Зеркало лжи». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!